Всем привет! Сегодня я веду съемку из сборочного цеха BigBit. Мы хотим сегодня показать с моим коллегой Сергеем конструктив стойки. Сергей, расскажи что-нибудь о самой стойке. То есть мы говорили в прошлом видео о ячейке. Мы рассказывали о том, из чего она состоит, как это работает. То есть сегодня мы решили рассказать немножко о том, что из себя представляет стойка и как она сделана, для чего она служит и вообще. У нас выдалась свободная минутка. Это видео у нас посвящено самой стойке. Здесь сейчас происходит сборка еще трех стоек на асике А4+. Появился заказчик, который решил перевести свою сухую ферму на иммерсионное охлаждение. Вот для него собираем эти три стоечки вместимостью 72 асика. Вот решили снять такой небольшой обзор именно по самому конструктиву, так как у некоторых возникали вопросы именно по надежности стойки, по ее конструкции. По обслуживанию. Да, по обслуживанию. Здесь мы хотим эти все вопросы решить. По надежности и конструктиву. Ну, я думаю, вы все видите. То есть, все выполнено из металла. В принципе, можете обратить внимание, не знаю, там, для уверенности на толщину этого металла, да. То есть, толщину самих частей, которые именно несут всю нагрузку. Все, кстати, рассчитано программно, то есть, все нагрузки, да, то есть, на сами швеллера, да, по которым наши ячейки будут выдвигаться. Это уже касаемо самого обслуживания, да. То есть, все это рассчитано также на то, чтобы при полной загрузке ячейки с оборудованием, жидкостью и самими асиками, то есть, самими устройствами, она выдерживала эту нагрузку, да, и спокойно выдвигалась, и была... Ну, я думаю, что мы даже покажем, наверное, сейчас, да. То есть, вот мы, как бы, если для этого существует специальная консоль, то есть, достаточно простая конструкция. Да, это именно вот вопрос по поводу выдвижения, ничего сложного. Простая консоль с двумя дополнительными швеллерами, по которой емкость просто ездит туда-сюда, это в плане обслуживания. Ну, да, то есть, как бы, по сборке, то есть, это не занимает ни... Ничего сложного, да, конструкция тоже довольно-таки простая. Ну, в принципе, как бы, мы такую задачу ставили, да, то есть, когда проектировали... Чтобы все так можно лучше оптимизировать в плане цены, конструкции, да, ну, и, соответственно, в плане обслуживания, чтобы это было просто и удобно. Вот сейчас выканем саму ячейку. Она уходит под этим швеллерам, откроем крышку, не знаю, покажем, давай, наверное, то, что... Ну, да, я думаю, что можно, как бы, сказать... Все равно здесь она сейчас пустая. Теплообменники, вот, наши... Она пустая, как бы, ну, по крайней мере, то есть, понятно, что она... Ну, как мы в прошлом обзоре говорили, теплообменник, да, то есть, такой теплообменный модуль, да, там, с насосом-теплообменником находится у нас здесь, в этом, в маленьком отсеке, да, нашей ячейки. Здесь уже в большом отсеке у нас помещается само оборудование, да, здесь у нас вот... Это также задавали как-то вопрос по именно системе распределения, да, потока в самой ячейке. Вот. Здесь вот она выполнена из медных трубок, то есть, тоже надежно, качественно, ну, и долговечность тоже. Гарантированно. Это в плане материалов, то есть, так как мы тоже в прошлом выпуске говорили о том, что комплектующие стараемся использовать качественные, да, то есть, те, которые не вызовут сомнения в плане эксплуатации. И надежности. Да, и надежности. Так. Далее, стойка 4 ячейки, да, чуть выше над ячейками у нас расположена Динрейка. Динрейка с автоматическими выключателями. Вот. Да, то есть, как бы, каждому предохранителю, значит, он отвечает за один риг, то есть, в ячейке, соответственно, как бы, то есть, все достаточно надежно, все подключено. Вот я сейчас специально буду использовать специальную конструкцию под названием лестница. Да, нам надо переместиться, чтобы все вам показать чуть повыше. То есть, вот это все дело... Здесь у нас уже сам гидравлический такой модуль именно закрытого контура, контур, которым циркулирует охладитель, это вода либо раствор гликолей, да, вот. Он у нас находится чуть повыше, контур замкнутый под давлением, присутствует расширительный бачок, так как, да, жидкость при нагреве расширяется, бачок компенсирует эти расширения. Насос, который отвечает за циркуляцию, тоже, грунтфос, в принципе, фильтр перед насосом, ну и кран, кран стоит для того, чтобы эту, ну, то есть, систему заполнять, заполнять нашим охладителем в данном случае. Сам гидравлический этот модуль, узел, назовем так, выполнен из медной трубы. Здесь, наверное, стоит сказать, да, то есть, что, как бы, это, в принципе, стойка подбирается, то есть, для клиента, для того, чтобы он охлаждал всё это дело градирни, то есть, поэтому, как бы, вот обвязка, ну, соответствующая, да, то есть, как бы... Обвязка, да, обвязка находится на самой стойке, да, в данном случае это стойка для подключения градирни, да, то есть, нас охлаждение самого, там, воды либо раствора, гликолевого раствора происходит с помощью градирни. У нас имеется два выхода, да, вот здесь сразу за насосом, и один в самой опоре стойки, да, то есть конструкцию стойки мы используем еще также и для циркуляции самого охладителя, да, экономим место, ну и, соответственно, грубо говоря, экономим материалы, да. Да, и, соответственно, две вот эти опоры, они играют роль таких магистралей, да, можно даже, так сказать, коллекторов, с которого идет распределение охладителя уже по самим емкостям, то есть сами теплообменники. Ну и, соответственно, один подающий, да, который подает холодный, холодный раствор, там, гликоли либо воды, и второй, в который это все горячее уже выходит и с помощью насоса подается в градирню, градир не охлаждается, так цикл замыкается и все это идет по кругу. Вот. По каким-то еще особенностям, в принципе, то, наверное... Да, здесь все достаточно, на самом деле, просто. Единственное, что хочется сказать, не знаю, наверное, порадовать, в принципе, наших подписчиков о том, что мы, мы, наконец-то, нам удалось, на самом деле, то есть, договориться с поставщиками, в принципе, то есть, ну, теплообменного оборудования, то есть, у нас сейчас очень будет снижена стоимость, и это просто, такого предложения на рынке нету, и это очень важно. То есть, это важно, в принципе, для всех, важно также, хочется очень сказать о том, что мы сейчас заканчиваем розыгрыш нашей ячейки, и в самое ближайшее время, да, то есть, как бы, мы будем анонсировать open-source проект, где вот это все будет, ну, я говорю там, в первую очередь, там, о ячейке, да, то есть, как бы, и дальнейшем, по дальнейшему, в принципе, развитию, то есть, нашей компании. То есть, мы, мы все это, все еще в тяжи, мы все это предоставим, чтобы, как бы, каждый мог, в принципе, ознакомиться, что все это работает, что все это надежно. Да, не просто ознакомиться, а даже, честно говоря, и собрать. Да, но только при сборке-то все, конечно, получится намного дороже, если это самому собирать, даже чем купить у нас. Ну, дороже, не дороже, по крайней мере, это будет понятно, и на самом деле, и мы, как бы, за то, чтобы все-таки продвигать иммерсионное охлаждение, потому что в нем, действительно, есть экономическая выгода, он экономически обоснован по сравнению, как бы, с воздухом, соответственно, мы хотим его нести в массы, это наша задача. Да, чтобы сделать это охлаждение доступным тем, кто в этом еще не понимает, где-то что-то объяснить, подсказать, помочь, чтобы у всех все работало, всех все манило. И, как мы говорим в каждом выпуске, самое главное, чтобы все это зарабатывало, зарабатывало деньги, деньги, монеты, как то, кому что больше нравится. Еще по самой стойке, да, и по тем, тому вопросу, что ты затронул в плане ценообразования, да, то есть нам уже, мы смогли выйти на такие объемы, да, что можем где-то с производителями разговорить уже на другом языке, исходя из этого, получать очень хорошие цены. Да, абсолютно право. Более окупаемо, да, чтобы это было доступно, чтобы, да, чтобы, то есть, как бы, ну, как видите, то есть все, в принципе, казалось бы просто, но в то же время, ну, надежно. Это не горит, это стоит, это не падает, это работает, это охлаждает, это ладно. Ну, и было потрачено много времени для того, чтобы к этому прийти. Вот, ну, еще затрону момент, опять же, по надежности, да, то, о чем мы сразу не сказали, это именно по программе испытаний, скажем так, да, то есть при сборке каждая ячейка и стойка уже, когда они собираются и отгружаются заказчику, проходят испытания в плане герметичности, да, то есть закачивается вода, эта система находится под давлением, то есть в этом плане тоже мы проводим испытания, все надежно, здорово, здорово, Сергей, спасибо, спасибо нашим зрителям, спасибо всем, оставайтесь с нами, будем с вами делиться нашими новостями, нашими роликами, что-то новое будем тоже разрабатывать, будем двигаться вперед. Ну, мы скоро покажем контейнер в нашем исполнении, поэтому, как бы, ну, будем стараться еще радовать. Радовать вас нашими новыми изобретениями, конструктивными решениями, в общем, следите за нами, подписывайтесь. Спасибо. Будем, будем стараться. Спасибо, до свидания. Всего доброго всем, до свидания. Да.